Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Городские новости» в студии Владислава Земцева. Сегодня в нашем выпуске. В субботу, 4 июня, в Черноморске прошел выпускной вечер. На протяжении всей недели в нашем городе будет проходить 5-я всеукраинская спартакиада среди депутатов всех уровней – от Верховной Рады до Сельских Советов. Украинские журналисты в понедельник, 6 июня, отмечают свой профессиональный праздник. В выставочном зале Музея изобразительных искусств открылась персональная выставка одесской художницы Анны Кулагиной «Пространство света». Взрослые дети смогли показать свои вокальные способности в ходе конкурса караоке, который организовал Клуб православной молодежи «Преображение». Всеукраинский чемпионат по спортивным бальным танцам «Лазурный берег», который прошел в эти выходные в Черноморске уже в седьмой раз, собрал почти тысячу танцоров. В рамках Дня защиты детей на стадионе 7-й школы прошли соревнования по большому теннису в стыдии ученической молодежи нашего города. А об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Музыка На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Міністерство освіти і науки обіцяє зменшити з нового навчального року кількість завдань і збільшити час відпочинку для дітей у школах. Про це заявила очільниця відомства Лілія Гриневич. На сьогодні навчальні програми перевантажені зайвою інформацією і не відповідають віковим особливостям дітей. Особливо гостро це питання поставила в початковій школі, коли дитина з батьками витрачає купу часу на домашні завдання. Наступного тижня на інтерактивній платформі addefisera.com міністерство оприлюднить програму початкової школи і всі охоче зможуть вносити свої зауваження, повідомила Лілія Гриневич. В день журналіста, який відзначається 6 червня, українські незалежні експерти оприлюднили імена ворогів преси. В першу трійку яких увійшли прокурор Криму Наталія Поклонська, екс-генпрокурор України Віктор Шокін і народний депутат Антон Герашенко. Наступні місця в цьому рейтингу, за даними експертів, розподілили медіа-олігархи Рената Хметов, Дмитро Фірташ, Сергій Льовачкін, Валерій Хорошковський та Ігор Коломойський. Нагадаємо, що року Інститут масової інформації спільно з незалежною медіапровспілкою привартає близько 40 незалежних експертів, які рейтингують кандидатури, запропоновані журналістською спільнотою. Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили основні питання щодо нового меморандуму. І в разі досягнення остаточних домовленостей наша держава може одержати третій транш вже в липні-серпні. Про це заявив заступник директора розпорядника МВФ Девіт Ліптон. Водночас він відмовився уточнити, які саме деталі вимагають узгодження, зазначивши, що найгостіше питання здійснення в Україні пенсійної реформи обговорюватиметься згодом і нині його немає в порядку денному. Крім пенсійної реформи, Україні потрібні інші кроки, які забезпечили б зростання економіки і рівень життя громадян, наголосив Девіт Ліптон. Цими днями у Чорне море війде американський есмінець Портер. У такий спосіб США продовжують демонструвати свою прихильність колективній безпеці країн НАТО і підтримці партнерів в Європі. Есмінець Сполучених Штатів візьме участь у навчаннях з військово-морськими силами партнерів. Операція в Чорному морі спрямована на зміцнення безпеки, стабільності та підвищення потенціалу із союзниками. Військово-морські сили США працюють у цьому регіоні відповідно до Конвенції Монтре, згідно з якою кораблі нечорноморських держав можуть перебувати там 21 добу. Торік американський есмінець Портер відвідав Одесу з метою підтримки стабільності в регіоні. «Укравтодор» обмежив рух фур дорогами державного значення, якщо температура повітря вища за 28 градусів. У відомстві уточнили, обмеження стосуються автотранспорту загальною масою понад 24 тони з навантаженням 7 і більше тонн навість. Заборона діятиме впродовж усього літнього періоду з 10 до 22 години. Фагівці наполягають, що такі заходи необхідні для гарантування безпеки водіїв і збереження доріг, оскільки саме висока температура та великий вантаж призводять до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів. В субботу 4 июня в Черноморске прошел выпускной вечер. В этот день с родными школами простились 320 учеников. На площади имени Стрибко состоялась официальная церемонія награждения медалистов і прошел праздничний концерт. С окончанием школи ребят поздравили руководство города, почетные граждане Черноморска, педагоги і депутати всіх рангов. Началося торжество традиційним шествием випускників по центральної вулиці Черноморска. Колонны взволнованних і нарядних юношей і дівшек приветували сотні горожан. Главне действо праздника развернулося на площади имени Стрибко. С успішним окончанием школи всіх випускників поздравив городський голова Черноморска Валерій Хмельнюк. 29 лучших учеников награждены золотими і серебряними медалями. Вместе з заслуженими наградами ребятам вручили специальні подарки – наручні часи і енциклопедічні іздання. Ще одним подарком для всіх гостей праздника стали выступления творчих коллективів, яркі танцевальні і вокальні номера. После окончання офіціальні части мэр города пожелал випускникам успіхів во взрослій жизни, счастья і правильного выбора. Щобо наші діти пошли в хорошу і большу життя, значить все, що можна було, городські власні, родители, учителя дали нашим дітям хороше знання, хороше воспитання. І я понимаю, що це должно їм пригодиться в життя, і я хочу їм пожелати нам непростой, сложной дороги, щоб вони нашли своє місце в життя і були достойними продовжателями делу своїх родителів. Правда, представительницы прекрасной половини выпускников в этот день більше задумывались не об ответственном выборе, а о состояниї своїх нарядів і укладок. Більше всього я, наверное, переживала за прическу, макияж, як і все дівчці. У мене все получилось, всім одноклассникам понравилось. І саме таке волнительное – це, конечно, предстоячий вечір. Долгожданний выпускной вечір був би невозможен без родителей і родних учителей. Тому виновники торжества признательні всім, хто був з ними рядом 11 школьних лет. Ми хочемо поблагодарити дуже сильно своїх класних руководитів, також своїх родителів, тому що именно вони нам подарили ці беззаботні 11 років в школі. Своїм одноклассникам і друзіям выпускники желають нових побед і свершений, удачі і везення. Сьогодні мені хочеться пожелати всім выпускникам тільки все самого наилучшого, щоб їх мечты, конечно, відбувалися. Хочу, щоб кожен знайшов свій жизнений путь, знайшов своє призвання і завжди шов до своєї цели і не останавливався ніколи на тому, що він вже зробив. Оставатися такими же класними, жизнерадостними, які вони є, збиратися постійно, не забувати друг друга. Ну, да, наш клас лучший. Звучить прощальний школьний вальс. 320 випускників черноморських школ начинають нову главу своей жизни. Пусть она буде яркою і стремительне, як уносящіся в іюньське небо воздушні шары. На протяжении всей недели в Черноморске буде проходить 5-я всеукраинская спартакеада Среди народних депутатов Верховной Рады Украины, депутатов областних, районных, городских, поселковых и сельских советов, организаторы депутатских соревнований, комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Верховной Рады и Министерство молодежи и спорта. Более 400 депутатов разных уровней из 16 регионов страны приехали в Черноморск, чтобы принять участие во всеукраинской спартакеаде. Народным избранникам предстоит состязаться в четырех видах спорта. Это волейбол, он будет проводиться на базе дворца спорта, это настольный теннис, он будет проводиться в нашей четвертой школе, база подготовлена, мини-футбол, он будет проводиться в шестой школе, и шахматы и шашки будут проводиться на базе портоклуба. На проведение депутатских состязаний городские средства не выделялись. Городской совет только представляет спортивную базу, и за использование спортивной базы оргкомитетом, который проводит соревнования по договорам, заключенные ими с нами, будут возмещены частично расходы. Поэтому наши деньги тратиться не будут, а наоборот мы еще получим определенную сумму денег за использование нашей спортивной базы. Такого уровня соревнования в Черноморске проводятся впервые. Для нашего города большая честь принимать всеукраинскую спартакиаду среди депутатов. Приезжают депутаты из всех уровней, начиная от депутатов сельских и селочных парад до народных депутатов Украины. У нас, кстати, будет три народных депутата Украины. Приезжают из 16 регионов Украины, представляют около 10 первых лиц, это председатели областных советов. Это тоже очень большая честь принимать таких людей в городе Ильичовске. Я думаю, что данное мероприятие несет собой не только пропаганду здорового образа жизни, но и популяризация самого города Черноморска. Люди посмотрят, как мы сегодня живем, выслушаем, может быть, их предложения, пожелания. Они посмотрят, как мы живем. Думаю, что это очень хорошее мероприятие для дальнейшего развития города Черноморска. Я хочу обратиться ко всем жителям города Черноморска, чтобы вы доброжелательно отнеслись к нашим гостям, потому что гости приедут достойные и нужно достойный встреч. Вторым мероприятием для них это является еще и, кроме того, и отдых. Поэтому они, я думаю, посетят наше море, посмотрят на наш удивительный пляж, посмотрят на наш любой флаг. Поэтому им будет что перенять и увести те все положительные эмоции, которые они здесь приобретут в сфере региона Украины. Торжественное открытие депутатской спартакиады пройдет на стадионе «Школьном» во вторник, 7 июня в 19 часов. Принять участие в праздничном мероприятии приглашаются жители и гости Черноморска. 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Это профессиональный праздник работников средств массовой информации. Радио, газет и телевидение. Современное общество трудно представить без информации, без средств ее передачи и без профессионального взгляда на события и факты. Значительную часть информации сегодняшний зритель черпает из интернета. Тем не менее, чтобы узнать городские новости, часть жителей Черноморска смотрят местный телеканал. Ильичевские новости, но сейчас черноморские. Нам интересно про все, про город, что нового мы слушаем, конечно. Многие жители считают, что в новостях Черноморска нужно освещать события, касающиеся жизни простых горожан. В новостях, в принципе, хотелось бы слышать о том, что делается для людей, для среднего класса. Я думаю, больше следует уделять внимание социальным новостям, потому что это очень важно. Переименование улиц, например, тоже очень интересные новости. Они не так сильно освещались, как хотелось бы. Ну и такие сферы. Сотрудники телерадиокомпании ИТ-3 поздравляют с Днем журналистов всех своих коллег. И в свой профессиональный праздник продолжают трудиться над тем, чтобы предоставить жителям Черноморска достоверную информацию о городских проблемах и мероприятиях, культурных и спортивных событиях. По сведениям Черноморского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, вперед с 30 мая по 6 июня спасатели выезжали на три вызова. В понедельник, 30 мая в 11 часов 5 минут поступило сообщение о том, что по адресу улицы Александрийская, 10, нужна помощь в открывании дверей квартиры, в которой находится пенсионерка. Прибыв на место вызова, спасатели с помощью шансового инструмента открыли двери. Во вторник, 31 мая в 18 часов 1 минуту поступило сообщение о пожаре по адресу улицы Шума, бывшая Карла Марса, дом номер 4. Как выяснилось, возле дома загорелся мусор. В воскресенье 5 июня в 18 часов 50 минут пожарные выезжали по адресу улица Спортивная, бывшая Гайдара, дом номер 5, где в мусорном контейнере загорелся мусор. Взрослые и дети смогли показать свои вокальные способности в ходе творческого состязания конкурса караоке, который организовал Клуб православной молодежи «Преображение». В минувшую пятницу в Черноморске прошел конкурс караоке «Должны смеяться дети», посвященный Международному дню защиты детей. Состязание состояло из двух этапов. Вначале каждый из участников спел несколько строк всем известной песни про мамонтенка, а затем ведущий выбрал самых лучших исполнителей. Таким образом, во второй этап вышли 5 человек, трое детей и двое взрослых. Лауреат первой премии, первое место – это билеты на посещение дельфинария Немо. Второе место – посещение сеанса кинофильма в синема. И третье место тоже – это посещение боулинга в метрополисе, в нашем городе. Главная цель нашего мероприятия – в первую очередь сплотить семьи, чтобы люди, семьи научились вместе отдыхать, вместе радоваться жизни. И еще одну очень важную цель клуб за собой ставит – это, возможно, самое главное, чтобы молодые люди особенно увидели улыбки детей, сами, возможно, исполняя молодежные песни, прочувствовать, что значит быть ребенком, чтобы они имели желание в семьях рожать детей. Участники конкурса исполнили всем известные песни и подарили друг другу позитивные эмоции. Жители Черноморска утверждают, что проведение таких мероприятий в нашем городе должно стать доброй традицией. Я думаю, что такие мероприятия нужны, потому что, чтобы дети раскрыли свой талант, чтобы поучаствовали, получили удовольствие. По итогам музыкального состязания победителем караоке-конкурса стала София Забарина. Почетное второе место досталось Любови Ковальчук, а третье место завоевала Лиана Долгих. В пятницу в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Белого открылась персональная выставка одесской художницы Анны Кулагиной «Пространство света». На суд зрителей представлено более 70 полотен. Жители Черноморска впервые могут познакомиться с работами молодой художницы Анны Кулагиной. На персональной выставке представлены картины, над которыми одесская художница работала в течение 10 лет. Часть работ мастера выполнена в жанре исторической живописи. Сейчас редко кто касается времен Средневековья, но эта тема очень близка и интересна художнице. Глядя на картины «Клятва», «Всадник», «Лунная ночь», вспоминаются романы Вальтера Скотта и позабытые слова «Рыцарь Кираса Алибарда». Все эти работы отличают тщательная прорисовка деталей и архитектуры, одежды и оружия. Здесь можно увидеть издержанные пейзажи, натюрморты и портреты, проникнутые легкой серебристой дымкой романтизма и мечтательности. Картины Анны Кулагиной будут экспонироваться в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Белого на протяжении двух недель. Всеукраинский чемпионат по спортивным бальным танцам «Лазурный берег», который прошел в эти выходные в Черноморске уже в седьмой раз, собрал сотни начинающих и профессиональных танцоров. С каждым годом состав и география участников турнира расширяется. Вместе с украинскими спортсменами за призовые места боролись пары с Болгарией и Молдовы. На протяжении выходных дней на паркете Дворца спорта «Юность» царил настоящий праздник танца. В рамках всеукраинского чемпионата по спортивным бальным танцам «Лазурный берег» побороться за награды приехало 960 участников возрастом от 4 до 25 лет. Танцоры состязались в европейской и латиноамериканской программах. Ритмы медленного венского вальса, танго и квикстепа сменяли зажигательные мотивы самбы, джайва, чачача и румбы. На паркет одна за другой выходили пары, чтобы продемонстрировать навыки, полученные в ходе тренировок. Оценивали конкурсантов судьи из Украины, Молдовы и Болгарии. В каждой возрастной категории судьи оценивают пары по уровню их мастерству. Соответственно, в детских возрастах оценивается больше техническая особенность. В более старших возрастах это уже эмоциональная преобладающая характер танца. Пары, выходя на паркет, стараются выложиться в полную силу. Если даже волнение у танцоров присутствует, то оно незаметно за их улыбками и грациозными движениями. По словам спортсменов, для того, чтобы оказаться на пьедестале, важно уделять внимание определенным аспектам. Взаимодействовать, понимать друг друга, стараться, в конце концов. Чтобы выиграть на подобном турнире, во-первых, надо хорошее взаимодействие, поменьше ругаться и как можно усерднее тренироваться на тренировках. Потому что, чтобы достичь вот столько вот на турнире, надо сделать огромнейшую работу на тренировке. Сергей и Анастасия – воспитанники городского клуба «Лазурит». В паре танцуют всего два года. Они говорят, что на этих соревнованиях им улыбнулась удача. Однако, за этими словами, конечно же, скрываются долгие часы упорной тяжелой работы. Сегодня на соревнованиях «Лазурный берег» мы заняли два первых места и одно пятое. Для того, чтобы победить, надо очень усердно заниматься по часу, по полтора, по два часа. И, конечно же, ходить всегда на тренировки и не опаздывать. В таком элитном виде спорта, как бальные танцы, важную роль занимают, конечно же, и родители. Они являются для ребят не только болельщиками на каждых соревнованиях, но и стилистами, визажистами, а также спонсорами. Конечно же, это большие затраты родителей, могу сказать. Ну, в частности, я родитель большие молодцы, потому что это не только затраты, но, естественно, моральная поддержка детей, моральная, финансовая. Если бы не родители, то этих бы чемпионов не было и не было таких бы достижений. Спортсмены в ходе соревнований продемонстрировали грацию, пластику, артистичность и красоту. В каждой номинации определился свой победитель. Кубками и медалями были удостоены лучшие танцоры. В младшей возрастной группе больше всего наград удалось завоевать парам из Черноморска. В средней категории кубки и медали увезли представители Днепропетровской области. Танцоры Болгарии и Молдовы оказались лучшими в категории молодежь и взрослые. В рамках Дня защиты детей на теннисном корте седьмой школы прошли соревнования по большому теннису среди ученической молодежи нашего города. За первое место боролось 18 теннисистов. В солнечные и теплые выходные дни на теннисном корте седьмой школы уже в пятый раз прошли соревнования по большому теннису. 18 спортсменов боролись в двух возрастных категориях от 8 до 10 и от 12 до 14 лет. Первый конкурсный день состоялся в субботу. Спортсмены со всей отдачей соревновались за место в финале. Однако были удостоены его самые сильные теннисисты. Сегодня в играх за третье и за первое место три из четырех игр проходили в бескомпромиссной борьбе. Игры закончились на тайбрейке. Участники проявили волевые качества, мастерство. И по результатам соревнований были определены победители и участники, занявшие четвертое место. Уже пятый год проводятся наши соревнования, посвященные Дню защиты детей. И все эти годы администрация школы идет навстречу, предоставляя площадку для тренировочного процесса и проведения этих соревнований. Анатолий дошел до финала и боролся за первое место до конца. По словам спортсмена, для того, чтобы достичь результата в большом спорте, нужно много тренироваться и оттачивать мастерство. В этих соревнованиях юному теннисисту удалось завоевать кубок. Однако игра для него выдалась напряженной. В финале у меня была трудная соперница. Она очень хорошо играла, но удача повернулась ко мне. Конечно же, у юного спортсмена есть и кумиры в мировом теннисе, на которых он хотел бы равняться. Мне нравится Джокович, потому что он очень хорошо переводит мячи, бьет по линии, очень техничный. Каждый спортсмен, который принял участие в игре, смог набраться опыта и понять, над чем еще стоит поработать, чтобы в следующий раз показать высокий результат. По итогам соревнований кубок и медаль в категории от 8 до 10 лет завоевал Павел Давыденко, а в категории от 12 до 14 лет победу одержал Анатолий Егорченко. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас в редакции новостей. С вами была Владислава Земцева. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok